Шамаготская резьба при Бресте один из немногих оставшихся в живых народных промыслов Велико-Устинского района. Несмотря на то, что мастеров сейчас немного, они не перестают радовать у стюжан своими работами. Елена Бурчевская работает в коррекционной школе. Искусство Шамаготской резьбы обучалась у мастеров Любови Осколковой и Татьяны Вязовой. Для создания каждой новой резной вещи Елене Николаевне помимо таланта требуется время, хорошее беста и нехитрые инструменты. Кто бы мог подумать, но вот этот чекан, с помощью которого Елена Николаевна украшает свою резьбу, в прошлом был инструментом зубного врача, а этот шариковой ручкой. Одну из своих последних работ Елена Николаевна назвала «Ночь на Ивана Купала». Растительный орнамент в центре символизирует цветы папоротника, по преданию распускающиеся в этот день. Создавая рисунок, резчица старалась передать стиль Александра Вепрёва, основателя Шамаготской резьбы. Вот эта тарелочка сделана именно в номинации «Сохранение традиции», и здесь я использовала больше вепрёвский стиль, именно стебелёк с пирожками, цветы, именно вот кружочки такие, и вот именно крутой завиток с одинаковыми элементами. С этим резным блюдом Елена Николаевна приняла участие в районном конкурсе народных художественных промыслов и одержала в нём победу. Жюри признала Елену Бурчевскую мастером года. К сожалению, из-за ограничительных мер официальная церемония награждения пока состояться не может. Организаторы конкурса сообщают, что призы и дипломы будут вручаться победителям и участникам адресно. Если вас заинтересовали работы участников конкурса, можете ознакомиться с ними на странице отдела традиционной народной культуры в соцсети ВКонтакте. Также транслируются у нас и мастер-классы различные по традиционным ремёслам, а также и по другим каким-то направлениям. Например, Анна Алфертева показала мастер-класс рисования мыльными пузырями. Также вы можете познакомиться на нашей странице. И цикл лекториев, которые читает и разработала Светлана Николаевна Бутвина. Также в онлайн-режиме в этом году пройдут конкурсы СБП Бересте, кружево из белой бересты и национального народного костюма традиции через века. Максим Театров, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».